всем привет осенью нас продолжается естественно мы должны с вами связать что-то тепленькое и я решила связать вот такой самый простой самый несложный свитер с воротником вот с таким длинным вязала я столбик с двумя накидами ушло у меня здесь около 700 грамм шерсти это стопроцентная шерсть вязала я в 2 нити вот видно скрученная довольно так и неплохо 6 связалась очень быстро в общем сложности никакой нет особенность только о том что здесь вот такая косичка на воротнике именно и на рукавах видите тоже такая вот косичка и рукав он расклешен шире и затем идет нормально если вы наблюдаете за современной модой то наверное знаете что есть в этом году по моему christian dior что-то было похоже я только не знаю какая там пряжа но тут просто обычная несложная вязка и мне захотелось просто повторить похожие но естественно это уже мой вариант это не оригинал я своем виде расскажу моменты вязания и если кому-то захочется может тоже связать это очень подходит для начинающих поэтому это несложное вязание и очень быстро за два-три вечера вы в общем то можете связать вяжется быстро просто потом когда собирать будете нужно обратить внимание на совпадение столбиков чтобы на рукав естественно на эти моменты следует обратить внимание я купила вот такую шерсть это береносовая натуральная шерсть с немецких овец здесь что вот этот кусочек у нас моточек 100 грамм здесь 200 метров и я решила связать свитер шерсть действительно очень мягкая знаете и она качество если вы вот обратите внимание как скручена шерсть идеально и мне очень захотелось связать свитер рекомендует использовать спицы номер 34 но так как я хочу вязать крючком поэтому и сделать такой более свободной для этого я взяла крючок номер 7 я взяла крючок номер 7 посмотрите какая получается вязка то есть я очень спокойно вижу чтобы связать этот свитер нужно потребуется пишут около 77 700 грамм шерсти но посмотрю сколько получится я не думаю что мне потребуется 700 грамм потому что я беру крючок номер 7 и вот обычными столбиками с накидом провязывая ноги вязать этот свитер не так как обычно мы с вами набираем снизу снизу вверх вяжем я вязать буду по-другому я буду вязать именно с лево направо буду вот таким способом вязать и у нас получится расположение столбиков под видите как немножко будет все по-другому набирается столько вот воздушных петель сколько вы хотите сделать высоту вашего но у меня будет свитер не пуловер столько сколько потребуется вы высота вашего свитера и потом вяжите ширину только нужно не забыть что нам требуется еще для горловины оставить мы провязываем всю нашу ширину изделия не забываем оставить разрез там где горловина получается вот такой у вас будет прямоугольник или будет длин длиннее он или короче все зависит какую идею вы хотите создать вот видите у меня я связала здесь вот несколько оставила размер для горловины и вот это будет плечо так как рукав при спущены и в общем ничего сложного нет я просто хочу рукава чтобы были немного книзу расширены вяжутся очень быстро это буквально из-за того что такая вот толщина посмотрите как быстро вяжется я буквально получила посылку села и у меня уже к вечеру одна половинка свитера была готова вяжется очень легко вы не представляете насколько это мягко я даже не ожидала даже не ожидала мы все время хвалим итальянскую пряжу но касса немецкое качество тоже не такое плохое видите уже связано и как это смотрится и лежит отлично и складывается отлично то есть но прелесть и теперь нужно связать точно такую же вторую часть и рукава самое сложное здесь будет вязать по моему вот этот воротник свитера я хочу его сделать с косичками и покажу потом как я это свяжу видите как просто вяжется делаем накид и провязываем вот именно этим крючком номер 7 очень хорошо вяжется очень быстро вот именно получается такая интересная мягонькая половинка следующего свитера я думаю даже те которые начинающие вязальщики или вязальщицы рукодельницы начнут вязать обычным способом у них может вот к осень и зиме появится новая обновка свитер и качество конечно качество шерсти играть здесь большую роль посмотрите нитки не путаются потому что они очень хорошо скручены и крючок идет очень быстро здесь никаких размышлений просто вяжешь главное не забыть что нужно оставить расстояние где горловина можно маркер поставить я ставлю ставлю маркера вот видите как это все получается вот именно идет у нас в ширину растет я разложила детали будущего изделия как видите это почти одинаковые квадраты и начала вывязывать рукав здесь тут будет косичка снизу и внизу рукав будет шире потому что здесь я еще обвяжу и рукав тоже будет свободны все вяжется очень просто столбики с одним накидом но и может быть вот сложность вот здесь вывязывать вот этот вот эту косичку или колосок затем нужно будет приложить усилия при вывязывании именно горловины воротника свитера чтобы связать вот такой узор косичку или его еще называют колоском я вам покажу как я это сделала для обвязки рукава я набираю воздушные петли три штуки но в данный момент до в данной ситуации я должна набрать 4 потому что одна должна остаться для того раз два три 4 вот одна петля должна остаться для того чтобы потом нам требуется для обвязки делаю накид и ввожу в третью петлю протягиваю на 52 накида сделала 3 накида 4 накида и теперь протягиваю через все накиды соединяю опять делаю накид и то же самое делаю в эту же в эту же петлю вытягиваю 4 делаю 4 накида 1 2 3 4 протягиваю соединяю делаю одну воздушную петлю и теперь переворачиваю делаю накид и вот между этими двумя пышными столбиками повторяю эту же ситуацию 4 накида протаскиваю соединяю накид опять ввожу раз два три четыре четыре протягиваю нить делаю воздушную петлю еще одну воздушную петлю переворачиваю делаю накид и протягиваю делаю 4 накида 2 3 4 протягиваю через все накиды делаю соединение опять накид и опять 4 раза итак мы вяжем этот колосок такой длины которые вам требуется видите как получается но вот на уже готовая затем видите нужно будет для того чтобы вязать рукав здесь у меня столбики столбики с одним накидом идут через каждую и так получится у нас вот рукав обработан вот таким интерес и так и таким колоском я теперь хочу показать теперь свитер почти готов мне осталось видите я вот разложила рукава один рукав и другой стороны другой рукав разделила пополам петли у меня получилось по 22 петли на каждую сторону теперь я сметаю как прошу иглой и затем соединю рукава вот видите какой получился воротник и все осенний бренд готов будет ничего сложного в общем то нет единственное на что следует обратить внимание что вот именно плечо она будет переходить в рукав поэтому сама длина рукава она кажется короче из-за того что плечо вот именно от плеча это часть она спущена может быть не поверите но когда я почти довязала осталось только сделать рукава присоединить и мне не понравился этот свитер я решила перевязать я взяла две нити вязка осталась та же только уже с двумя накидами если здесь у меня был как видите один накид а в этой вязке я сделала два накида и посмотрите какое различие теперь осталось все довязать естественно горловина и рукава и свитер будет готов но я не поленилась я понимаю что как бы ну много времени пришлось потратить но все таки когда хочется ну без слез распущу вот этот свитер и довяжу этот который больше мне нравится действительно совсем по-другому смотрится для меня он более интересен чем вот этот первый который более мелкая вязка как вы видите я соединила уже верхнюю часть плечах рукава воротник у меня связан теперь останется провязать соединение соединить рукава и соединить боковины то есть перед и спинку свитера и он будет готов как видите вязание занимает немного времени из-за того что это очень крупная вязка как вы заметили видите обвязывала я сначала соединительным столбиком а затем провязала сверху столбиком без накида естественно хочется сделать акцент и я вот сделала такой акцент и написал она привязала как не привязала пришила вот такую этикеточку что это сделано руками а не машинкой я использовала крючок номер 9 вот такой пластмассовый вязался очень быстро очень хорошо нитки брались в общем проблем не было вы можете выбрать свой принцип вязание свою пряжу и связать тоже к зиме спасибо что посмотрели видео всем мира и добра пока пока пока